Поездки по городам уже это не то время, которое было раньше, когда я приезжал, мог многое сначала сказать и потом перейти к вопросам, потому что жизнь даже, она течет в том же русле, как и 10 лет назад. Маленькие нюансы изменились, конечно же, в сторону более сложную, но по состоянию вашего сознания, как вы размышляете о жизни, это еще время древнее, в котором я уже неоднократно с вами общался, поэтому сразу сказать что-то новое будет проблемное в этом случае, поэтому лучше через вопрос, мне нужно посмотреть, что сегодня вас интересует, чему сегодня пробудился ваш интерес, чтобы вы хотели глубже осмыслить сейчас, ведь сейчас нам нужно будет прийти, из этого зал выйти и что-то сделать, ведь от этого действие будет зависеть ваша жизнь. Не о том, как мы можем абстрактно, обтекаемо тронуть огромные темы о вечности, о любви, а вот сейчас надо выйти и любовь исполнить, выйти и надо смирение исполнить. И как это сделать? Вот тут же нужен вопрос, как в конкретном случае, в каком-то, вы, как верующие люди, как устремленные быть добрыми, достойными, как правильно, грамотно нужно будет приложить какое-то конкретное усилие. Вот характер вопроса, который должен быть у человека, думающего. О жизни надо учиться думать. О многом человек научился думать, но это больше о многом относится к роли профессии, когда человек овладевает какими-то характерными знаниями, и он конкретно своей профессией может что-то сказать, говорящей о каких-то нюансах, деталях этой профессии, и это может быть интересно. Но это как лепестки у цветка, но есть корень, есть дебиль, есть сам цветок. И вот суть его, которая не выражена лепестками, а глубже находится в самом цветке, вот об этом, о самой жизни рассуждение слабое. И вот приезжая на юг России, в Сибири вернее, вот там люди учатся думать, потому что они сталкиваются с проблемой жизни, которую надо, оказывается, глубоко осмыслить. И тут уже независимо от степени грамотности, потому что приезд туда людей очень велик, именно со стороны большого образования. Их немало, этих людей. Они закончили, может быть, даже не один институт, доктора наук. Но когда начинается рассуждение о жизни, все рассуждают абсолютно одинаково. На эту тему никто никогда не рассуждал. Рассуждения очень примитивные, рассуждения какие-то абстрактные, а не какие-то образные. Но образами нельзя воспользоваться. Нужен конкретный вопрос, когда вы, рассуждая о сложности в своей жизни, пробуете понять, почему именно у вас в данном конкретном случае возникает потребность сделать именно какой-то конкретный шаг. И вы не знаете, а правильно ли его будет делать. Или все-таки грамотнее будет сделать этот шаг по-другому. Вот где должно быть рассуждение у человека. Вот когда оно коснется конкретных каких-то действий, начинается важное. Начинается сама жизнь. И вот тут начинаем решать проблемы. Если к этой глубине конкретности не опуститься, все рассуждения о прекрасном, о любви, это будет просто словоблудие. Оно ничего не дает. Оно создает иллюзию, что человек как будто бы на правильном пути. Он все-таки как будто бы говорит каждый день о Боге, о чем-то удивительном. И он вокруг себя создает иллюзию, что он верующий. Но каждый день он делает неграмотные усилия. Именно неграмотные. Ведь психология человека — это характерные закономерности, которые у вас есть. Они связаны с законами природы. Там есть закон. Там не хаотичное проявление, кому как вздумается. Там закон. В законе все должно быть упорядочнено. Поэтому действие человека, приложение его психических усилий, оно должно быть грамотно. А не как кому нравится, кому как удобно. Потому что именно с этой позиции смотрит человек на окружающую реальность, на вечность. Ему удобнее вот так видеть, он это выбирает и начинает. На этот счет много громко говорить, кричать, доказывать. Но на самом деле это все пустое. Он доказал о том, о чем даже и не пытался рассуждать нормально. Просто ему нравится. И всего лишь. Единственное, может быть, удобное какое-то объяснение у него в этом случае. Иначе будет груз стоять, как решить задачи общества. Потому что они слишком сложны, так много трудностей. Но все прикладут усилия в разном направлении. Потому что одному удобно в одну сторону тянуть, другому в другую сторону удобно тянуть. И они как договориться не могут. Потому что не приведен в порядок внутренний мир человека. Он не сведен к единому закону. Поэтому все мыслят по-разному. Очень сильно это отличается в мышлении у людей друг с другом. И это вынуждает их предлагать всегда усилия, как правило, в разном направлении. Надо понять смысл своего рождения на земле. Если человек не знает законов своего развития, не знает смыслу, для чего он рожден, тогда как можно торопиться говорить, нам надо общество построить, надо сделать то, надо сделать то, другое, третье. Откуда вы знаете, что надо построить, и в каком направлении, если вы, в принципе, не знаете, кто вы такие, для чего вы рождены. Сначала узнается закон, по которому рожден человек, чтобы человек знал, что есть его закон развития. Потом можно подумать, а что нужно сделать, чтобы этот закон наиболее полно смог себя реализовать, проявить себя. Только тогда это рассуждение становится упорядочненным. Но если закон непонятен, как развивается человек, как можно говорить, что нужно вам, для того, чтобы было благо у человека, это становится простое рассуждение. Оно неграмотное. Поэтому очень важно, чтобы в этот период времени человек действительно научился видеть грамотно свою жизнь, чтобы он понимал, для чего он рожден на этой земле. не ради каких-то мифистических иллюзорных понятий какого-то будущего, где в будущем, на самом деле, ни одно религиозное учение не видит нормального человека на земле. У всех какое-то представление, что куда-то должен в человек улететь. В какой-то рай, ад и так далее. То есть что-то жизнь где-то должна закончиться. Но это уже неграмотное представление. Потому что оно обессмысливает замысел Бога. Зачем вас рождать, чтобы вы куда-то быстренько, через какое-то время спрятались, ушли и все. И больше вас нет. Был смысл. Вы несете в себе замечательную идею, которая через человечество должна реализоваться во вселенной. Человеку вечно нужно будет преобразовать мир материи способностью своей любить. Как никто. У человека есть возможность изменять законы материи. Не в принципе, по сути, менять закон материи, а его гармонизировать, придать ту форму, которую никто больше, кроме человека, через именно вашу способность любить, никто не сможет так это сделать. Хотя мир вселенной очень богат разными мирами, подобными человеку, обережающий уровень развития человека на тысячелетия. Но так проявить чувственный мир не может никто. Это ваша уникальность. Но она пока настолько велика и хаотична, и проявляется очень своеобразно в жизни человека, что в этом случае сознание очень сильно подчинено именно эгоистической стороне чувственного мира. Поэтому мышление становится чрезвычайно специфическим. Человек все почти преломляет через формулу удобства. Если удобно, он размышляет, как это сделать. Неудобно, он уже не размышляет, оно как чужое. Но это неразумное мышление. Это отсутствует разумное мышление здесь. Поэтому много-много сложностей и возникает в обществе, когда люди пробуют осмыслить какую-то идею. Потому что каждому дорога своя собственная идея. Если он до нее дозрел, ему кажется, что она самая правильная. И у него отключается возможность нормально осмысливать глубоко иную идею, которая отличается от его собственной. То есть у него возникает эгоистическая потребность доказать свою идею. Поэтому чем больше людей собирается в обсуждении какой-то идеи, на самом деле, в данном обществе, это тем сложнее задача. Тем сложнее. Это будет очень непростая задача, когда люди пробуют равное решить какую-то поставленную перед собой тему. Это будет очень сложно. Поэтому, конечно, сейчас вы со многим сталкиваетесь. И как решается в обществе. И где-то, может быть, уже пытаетесь вместе что-то решить. Но вы можете легко заметить, как оказывается непросто, когда вы равны друг перед другом. И вам как трудно, оказывается, договориться. Хочется сразу вспомнить, да лучше был бы какой-то старший. Пришел, сказал, да и думать не надо. Пусть он подумает, а мы сделаем просто, не тратя время на обдумывание. А вот это как раз стереотип подхода, когда ленность мышления произошла долгое время. Тогда еще с древних эпох люди не хотели рассуждать. Не особо-то они прилагали усилия. И сегодня точно так же. Им хочется, чтобы кто-то порешал эту задачу. А может, позанимаемся тут, как бы накормить себя, свою семью. А кто-то должен решать какие-то большие задачи. Но это неправильно. Сейчас о многом надо будет рассуждать, научиться как можно большему числу людей. Только тогда будет решаться вероятность перехода человечества от одной ступени, на которой уже пребывает в веках, нормальной, на уровень нормы, зайти от которого, потом начнется нормальное развитие. Но пока это проблема. Очень большая. Продолжение следует...